На прошлом уроке мы с вами остановились на аяте и затем, то есть еще раз, они узнают. Сумма – это харфа Атфин, это союзная частица, которая указывает на последовательность с промедлением. Например, мы говорим «Джа Зейдун Сумма Мухаммадун» «Пришел Зейд и после продолжительного времени Мухаммад». Но здесь мы видим, что союз Суммы стоит между двумя одинаковыми предложениями, поэтому Сумма здесь указывает на порядок в степени, то есть вторая угроза и предостережение является более сильным, чем первая. На это и указывает союз Сумма. Возвращаясь к разбору, скажем, что Сумма – это харфа Атфин, это союзная частица, это союз Мабниюн Аля Фатхин, с неизменяемым окончанием, с Фатхой на конце. А разборы остальной части этого ая, аята, «Калля Сай Аль Муна», мы уже сделали в предыдущем аяте, поэтому не будем повторять сказанное. Единственное, добавим, что глагольное предложение «Калля Сай Аль Муна», стоящее после союза Суммы, «Калля Сай Аль Муна», то есть присоединено к первому предложению, первому предложению Сай Аль Муна, так же, как и оно будет «Ла махалля лагаминал Ираби», то есть не имеющим места в падеже. Поэтому «Аль Джумлату Ла Ма Атуфату», потому что «Аль Джумлату Ла Ма Атуфату», то есть присоединяемое предложение, получает такое же падежное состояние, что и у предыдущего предложения. И раз мы сказали, что первое предложение не имеет места в падеже, то есть «Ла махалля лагаминал Ираби», значит, точно так же будет и второе предложение, стоящее после союза Сумма и присоединенное этим союзом к первому. Поэтому про второе глагольное предложение мы также прицепом говорим «Ла махалля лагаминал Ираби», то есть оно не имеет места в падеже. Перейдем к разбору следующего аята. «Аля мнач'алил арда ми хада». Разве мы не сделали землю ложем, то есть равниной, или «Разве мы не сотворили землю, будучи подобной ложью», то есть разосланной для творения, приготовленной для них? «Аля м» – это словосочетание состоит из двух слов. Из вопросительной частицы «а» – из «хамзы», то есть «хамза тулистифам», и частицы, отрицательная «ля м», то есть которая является признаком глагола «настоящее будущего времени». То есть после этой частицы «ля м» приходит только «альфиалин мудари» – глагол «настоящее будущего времени». Поэтому эта частица считается отличительным признаком этого глагола. Как об этом сказал имам арабской граммадки Ибн Малико Рахиму Аллах, «фиалин мудариун яли лам ка яшам». То есть глагол «настоящее будущего времени» приходит после частицы отрицания «ля м», например «я шаммо». То можно сказать «ля м я шамма», то есть поставив этот глагол после частицы «ля м». То есть он не нюхал. Значит, «хамза» здесь – это вопросительная «хамза». Но здесь она в данном случае, она служит для такририя, то есть служит для утверждения. То есть «истифам» здесь – вопрос здесь – это «истифамун такририюн». То есть вопрос здесь преследует цель побудить собеседника или, скажем, заставить его принять и согласиться с тем, о чем говорится в этом предложении. Так смысл предложения «разве мы не сделали землю ложим» не ставить цель в вопрос, как такое, а ставить цель побудить или вынудить собеседника согласиться со смыслом этого предложения. Значит, смысл «Разве мы не сделали землю ложем?» Надо понимать, как «Да, действительно мы сделали землю ложем». Этот метод разговорной речи по сегодняшний день присутствует в арабском языке. Например, арабы говорят «Аля макул лак» «Разве я тебе не говорил?» То есть «Я же тебе говорил» «Я тебе говорил» Здесь говорящий не имеет в виду вопрос, он старается заставить собеседника принять сказанное и согласиться с ним. Таких примеров можно привести очень много из Корана. Например, «Аля мнашар халака садрак» «Разве мы не раскрыли тебе твою грудь?» То есть «Мы раскрыли тебе грудь» «Алейсуллаху би ахкамил хакимин» «Разве Аллах не является наимудрящим судей?» «Аля мнухлики лавалин» «Разве мы не погубили первое поколение?» То есть «Мы погубили первое поколение» Значит, «Аль-Хамзату» «А» — это вопросительная частица «Мабнив аля фатан» «Слово с неизменяемым окончанием» «С фатха на конце» «Лам» — это «Харфу нафин» «Уджазмин» «Укальбин» То есть это частица отрицания, частица усечения и изменения То есть «Харфу нафин» «Частица отрицания» имеет в виду «Харфу нафин лильма'на» «Частица отрицания» «Смысла» и «Значения» глагола, то есть «Его действия» Например, «Лам яхруджу зайду» «Зядь не вышла» Здесь мы видим отрицание действия, что «Зядь не совершил действия» «Харфу джазмин лильфяли» «Частица, ставящая глагол в усеченное состояние» То есть в данном случае усекающая ее огласовку дому на конце «Изначально» было «Яхруджу» с дома на конце «После присоединения частицы «Лам» эту дому усекли» То есть удалили и стала «Лам яхруджу» И последнее, это «Харфу кальбин лиззаман» То есть эта частица, меняющая время, на которую указывает глагол Она меняет время глагола с настоящего или будущего времени на прощащее время Как мы сказали «Лам яхруджу зайду» «Не вышел зайд» То есть это уже было и свершилось «Нач лам» это «Харфу нафин уджазмин у кальбин» «Мабниюн аля с сукуни» Так же, как и все остальные «Харфы» слово с неизменяемым кончанием С постоянным сукуном на конце «Лам» «Началь» «Началь» это фиалин мударин» Это глагол настоящего будущего времени Но про этот глагол мы будем говорить долго Поэтому оставим его на следующий урок «Альхамду лиллах, раббил аляминь»